Сегодня получила продолжение громкая история. Речь идет о собранных на лечении деньгах для Жанны Фриске. Русфонд обратился в Следственный комитет с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту хищения средств. Свою проверку начала и прокуратура. Родственники певицы, которые должны были отчитаться о том, сколько и куда потрачено денег, этого не сделали. Средства для Жанны были собраны зрителями Первого канала совместно с фондом. Всего на счете Фриске после оплаты первой фазы лечения были чуть более 25 миллионов рублей. Онкология — это сложное заболевание. В разные периоды лечения тратятся разные суммы. И предусмотреть, сколько денег потребуется еще, просто невозможно. При жизни Жанны фонд получил документы на использование 4 миллионов. К сожалению, спасти певицу не удалось. И остальные деньги, около 21 миллиона, должны были оставаться на ее счете. Родственники знали, что обязаны отчитаться за эти деньги, неиспользованные за время лечения средства по закону должны быть возвращены. Вот что заявили по этому делу в Росфонде. Мы обязаны отчитываться перед государством, перед налоговой инспекцией, перед Министерством юстиции. Мы это делаем каждый год. А эти деньги зависли, и мы не знаем, что с ними. Зависли на счете Жанны 20,8 миллиона рублей. Вот о них и разговор. Мы трижды напоминали наследникам о необходимости отчитаться. В результате отчетов мы не получили. В результате мы обратились в Следственный комитет с просьбой разобраться. Отец Жанна, вот он сказал, что он ничего не получал. Я ему лично сказал, мы же вам все отправляли. Он кивнул голову. Теперь он говорит, что ничего нет. Ну, извините, еще раз, да, я не знаю, где эти деньги. Это не наше дело. Наше дело требовать исполнения воли телезрителей Первого канала. Что мы и делаем. Раз они оказались у нас на счету. Первый канал будет внимательно следить за развитием этой истории. И мы поддерживаем обращение Русфонда в правоохранительные органы в связи с неясной ситуацией в отношении денег, собранных и оставшихся после лечения Жанны Фриске. И Первый канал не собирается прекращать совместные с Фондом проекты. В 2011 году мы придумали акцию по сбору денег для тяжелобольных детей и были очень щепетильны в выборе партнера. Русфонд соответствовал всем нашим требованиям прозрачности и эффективности. За те четыре года, что мы работаем вместе, было собрано более трех с половиной миллиардов рублей и оказана помощь 2894 детям. Русфонд – надежный партнер Первого канала. Для нас важно, чтобы у наших зрителей не было сомнений в том, что собранные средства будут потрачены по назначению. Фонд публикует отчет о каждом рубле, поступившем на его счета, и о том, какую помощь получил конкретный ребенок.